МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках больших вестей, вести Ульяновск. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. По зову сердца житель Барышевского района перечислил свои сбережения 100 тысяч рублей на нужды мобилизованных земляков. О, времена унравы. Сегодня в Ульяновске современные цицероны сражались за путевку на федеральный этап проекта Лига лекторов. Немного фантазии, волшебства и золотые руки в придачу. Сегодня Всемирный день рукоделия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важно максимально оперативно реагировать на проблемы семей мобилизованных, считают парламентарии. Накануне депутаты законодательного собрания встретились с главой региона. Алексей Русских проинформировал о мерах поддержки мобилизованных и их семей. Это и единовременные выплаты, бесплатное питание в школах, освобождение от оплаты детского сада, бесплатный проезд и многое другое. С 1 ноября во всех объединениях по социальной защите населения организовалось время заявления на представление единовременной выплаты в соответствии с указанным губернатором от 28-го года, с номером 136. Уединовременный выплаты членам семей, граждан, призванных на военнослужу, по организации, гражданной силы. Председатель ЗАГС Собрания Валерий Малышев отметил, система работы с семьями мобилизованных должна быть четко выстроена, никто не должен остаться без помощи и внимания. От этого зависит и морально-психологический настрой наших бойцов. Социальные службы должны оперативно реагировать на просьбы членов их семей. Меры поддержки уже оформили больше 3700 семей военнослужащих. Представители исполнительной и законодательной власти региона договорились продолжать совместную работу со всеми семьями мобилизованных, используя индивидуальный подход. Поддержку тем, кто сегодня отстаивает интересы нашей страны на передовой, оказывают все, от пенсионеров до воспитанников детских садов. В Барыжском районе жители собирают гуманитарную помощь, школьники пишут письма, а администрация района помогает доставить все это в зону боевых действий. Наша съемочная группа пообщалась с теми, кто хочет помочь и помогает солдатам. Абдулла Касымович не пропускает ни одного выпуска новостей. Все изменения международной повестки вызывают живой интерес и массу переживаний. День и ночь, особенно вечерний Соловьев Владимир Вольфович, мне прям бодрость и зло верят меня, когда он там бомбили, там убили, там детей. Детей убивают националисты, бандеровцы, женщин, стариков бомбят, а это мне, как я смотрю, я терпения нету, плачу. Специальная военная операция для семьи не просто слова из новостных сводок. С инваря по октябрь участие в ней принимал младший сын Абдуллы Касымовича Дамир. Он добровольцем пошел в Самарин, контрактниками 65 командов, он не боится, как дед. Мой отец четыре года воевал, не боялся и не жаловался. Ни одной жалобы не прозвучало и от сына. О нуждах ребят на передовой Абдулла Касымович узнал из газеты и перевел на счет волонтерской организации все свои сбережения в 100 тысяч рублей. Мы очень волноваться стали, почему, ну, мало ли что-то, да. Он назначил нам встречу, мы пришли к нему в гости, мы поближе познакомились, посидели, как бы покормил он нас там, хорошо встретил, и мы поняли, что человек на самом деле с чистой душой, поплакали с чистой душой и с чистым сердцем хочет вот именно внести в помощь наших ребят. Сейчас мы решаем, что мы купим на эти деньги. Нам хотелось бы купить что-то существенное, чтобы это не были, например, сигареты, влажные салфетки или что-то другое. Мы хотим что-то большое и нужное купить. Нужное именно для наших парней. Что это будет, решают сообща. Волонтеры поддерживают связь с бойцами СВО. Абдулла Касымович держит совет с сыном. Сошлись на идее приобрести дизельный генератор. Военнослужащим из Барыша он будет доставлен ближайшим гуманитарным эшелоном народного движения по зову сердца. Умера Шарипова и Михаил Державин. Вести Ульяновск из Барышского района. Двухдневный интенсивный курс по оказанию первой медицинской помощи начали проходить мобилизованные в Ульяновской области. Для гражданских мы проводим курс, который состоит из трех дней. Первый день – это теоретическая составляющая, это лекция. Второй день – это отработка в статике, где-то, как правило, в спортзале. И третий день – это тактический выход. Для военнослужащих мы сокращаем это до двух дней, потому что им теоретическая составляющая в принципе не нужна, как показывает практика. Поэтому это два дня полной погружения от работы. Проект запустила партия «Единая Россия», при этом программа «Технология выживания. Тактическая медицина» успешно существует уже около семи лет в разных субъектах России. Методики обучения разработаны и применяются с учетом опыта последних боевых действий. А инструкторы имеют опыт оказания медицинской помощи в условиях реальных боев и чрезвычайных ситуаций. Все эти курсы очень важны на самом деле для одной единственной цели – сберечь наших ребят, сберечь самих себя, вернуться всем домой. Это самая главная наша задача. И для этого мы здесь сейчас проходим дополнительное обучение по медицинской подготовке. Поддержку военным и семьям мобилизованных «Единая Россия» оказывает с начала специальной военной операции. Сегодня на базе Педагогического университета прошел региональный этап проекта «Лига лекторов» Российского общества знания. За путевку на следующий этап конкурса сразились педагоги, тренеры личностного роста и даже чиновники. О том, как они пытались захватить и удержать внимание аудитории, Артем Петров. Приковать к себе внимание аудитории и донести материал так, чтобы его понял каждый – такая задача поставлена перед участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Лига лекторов». Общество знания проводит его для просветителей, а попробовать свои лекторские способности может каждый. Участники также получают возможность найти свою аудиторию, получить вознаграждение за отличную работу и совершенствую навыки публичных выступлений. Ораторское искусство, как держать себя перед аудиторией, как излагать сложный материал, но на простом языке, чтобы аудитория, которая, например, неподготовленная, могла понять, о чем говорит наш лектор. Впервые в истории Лиги лекторов организован региональный отборочный этап. Конкурсанты выступили перед членами экспертных советов и студентами. Сегодня я выступаю с темой типология диск, как сделать выступление, которое понравится всем, оставаясь при этом с собой. И я как раз рассмотрю эту типологию и как дам инструменты, которые помогут людям применить эту типологию в публичных выступлениях. Региональный этап принимает местный педагогический университет. Для ВУЗа это событие имеет особое значение, ведь именно здесь готовят тех, кто будет обучать в будущем. Преподавательский состав, который обучает будущих просветителей, учителей, может дать всем участникам этого процесса какие-то определенные знания в той или иной области и показать на деле, на практике, каким образом выстраивается та или иная лекция, той или иной диалог, ну, либо беседа в каком-нибудь другом формате. Результаты регионального этапа объявят в конце года, а уже в январе начнется онлайн-этап. В марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле – финал третьего сезона проекта, где определят 50 лучших лекторов России. Артем Петров, Денис Миронов и Родион Савельев. Вести. Ульяновск. Фонд ЮНЕСКО еще несколько лет назад приравнял рукоделие к культурному наследию. Все потому, что со временем исчезают многие ремесла, известные человечеству. Сегодня в День рукоделия в стенах дворца губернаторские продолжает работать выставка «Такие разные свадьбы». Многие экспонаты создавались по старинным образцам студии «Белошвейка». Мы изучаем народный костюм, в частности, народный костюм русский-симбирский, делаем элементы народного костюма и полный комплект. Сейчас это очень интересно и в последнее время это очень востребовано. То есть люди стараются приобщиться к истокам, стараются познать что-то новое, давно забытое, старое. Наталья Клыкова – разносторонняя мастерица. Она шьет, вяжет, вышивает, делает народные куклы. За 20 лет изучила многие традиционные виды рукоделия. Теперь передает свои знания другим. Люди, те, кто узнал о нас, те к нам приходят и практически не уходят. Познакомиться с работами студии можно на выставке «Такие разные свадьбы». Здесь и наряды, и приданные невесты. Увидеть все экспонаты можно до 10 декабря, напомню, в ДК губернаторском. И о погоде, какой она будет в ближайшие сутки, об этом вы узнаете традиционно из информации синоптиков Ульяновского гидрометцентра. Я же благодарю вас за внимание. Спасибо, что нас смотрели. До встречи завтра. Пустырников много, а пустырник «Форте Эволар» один. Только в нем особый алтайский пустырник. Он может не только успокаивать, но и снижать давление, выравнивать ритм сердца. Выбирайте пустырник «Форте Эволар» и почувствуйте разницу. Нечем платить кредит? Работайте день и ночь. Жизнь превратилась в гонку. И кажется, что выгода нет. Обратись в Росбанкрот. Верни себе спокойствие. 8-800-550-67-67. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью по области от 4 до 9 градусов мороза. В Ульяновске минус 5, минус 7. Завтра днем по области от 0 до минус 5. В Ульяновске минус 1, минус 3. На дорогах местами сохранится гололевица.